Снимаем там, доедем? Маленькое приключение? Или лучше без приключений, а? Сам бункер расположен недалеко от деревни Ревякино. Наткнулся я на него, листая карту окрестности, выбирая, куда можно поехать прокатиться. Поначалу казалось, что подъехать к нему можно только со стороны Ревякино, с асфальта, но потом в процессе одной из покатушек обнаружил именно вот этот въезд в лес. Летом он укрыт зеленью и совсем не очевиден. Хотя внутри, когда уже въезжаешь в лес, в лесу видно, что дорожка когда-то использовалась, и, видимо, использовалась достаточно часто. Обнаружил я его несколько лет назад, и тогда она была в гораздо лучшем состоянии, я имею в виду вот эта дорожка, по которой я сейчас еду. И потом, значит, были ураганы, и где-то года два назад я просто не мог пробиться, пытался, потому что просто был сплошной лесоповал. Вот, ну, добрые люди расчистили дорожку, и сейчас она, в общем-то, вполне проезжабельна на квадроцикле. Ну, собственно говоря, вы это сами видите. Поначалу приходится достаточно много маневрировать, потому что нету такой очевидно, однозначно читаемой. Это, ну, как бы я чистовой проезд вам показываю. На самом деле, когда заезжал, бывало, когда, значит, сворачивали не туда, но там быстро очень понимаешь, что просто уже дальше в лес едешь. Вот, и дорога через сам лес, она занимает где-то минут 10, то есть вот по этой бывшей просеке нужно проехать. В качестве ориентира для въезда в лес может служить угол поля, то есть он находится, вот этот въезд практически в углу, скрытый деревьями. Осенью его чуть лучше видно, но зато осенью за счет опавшей листвы тяжело ориентироваться, особенно в вечернее время, когда я, однажды, там, возражался со стороны Ревякина, то, ну, фактически заблудился. То есть днем кажется, что ты видишь хорошо дорогу, а обратно едешь в свете фар, оно очень тяжело читается. Ну, за исключением такого прямого отрезка. Вот сейчас еще немножко я выйду на прямой отрезок, и, значит, с другой стороны вот этого перелеска леса, как ориентиром, это будет дерево, поваленное дерево, на него там туристы натыкали бутылки, они уже сколько лет там находятся, в общем, очень хорошо по ней можно ориентироваться. И дальше тоже, опять-таки, вот когда проезжаешь, как я сказал, где-то примерно 10 минут, там, 5-10 минут, можно поехать налево и заехать к бункеру как бы снизу, можно доехать до Ревякина, проехать вдоль дороги и со стороны полей заехать, но мы вот тут нащупали такой наиболее короткий для нас путь. После выезда из леса мы повернули направо, и там также есть заросшая просека, по которой мы уже и подъехали. Это уже не первая туда поездка, до этого мы разведались с ребятами, и, ну, честно скажу, когда там находишься, одному не очень приятно, то есть такое глухое место в лесу. Да, интересно посмотреть, но долго оставаться там не хочется. Нет, нет, ты по дорожке иди. Собственно говоря, это к вопросу о том, что, конечно же, лучше кататься компанией, и безопаснее, и спокойнее, и всегда, если что-то случится, да, можно кого-то послать там за помощью, помогут. Вот, в этом плане, конечно, не очень правильно то, что едешь один. Ну, как раз мы едем по вот этому прямому участку, причем по ширине дороги. Явно здесь когда-то ездили на машинах, там, я не знаю, на УАЗах, джипах. Вот, и по-хорошему, конечно, можно даже такую дополнительную дорогу было бы прорубить, которая бы соединяла две деревни. Может быть, когда-то и была такая задумка. А вот слева поваленная там ель или сосна, про которую я говорил, вот она истыкана бутылками, и как раз вот у нее нам направо, поворачиваем направо, и буквально там, само собой, карты надо брать, хотя бы там телефонные, да, и там будет очень четко видно такое голынное место, да, среди деревьев. Это и есть наш бункер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Может быть это планировалось как захоронение каких-то, я не знаю, веществ, может быть эта лаборатория должна была быть подземная. Как раз вот это поле, оно выглядит на спутниковых снимках как большая поляна. Я вначале подумал, что это какие-то здания сельхозназначения, коровники. Значит, вот шахты, видим скорее всего, наверное, это вентиляционные, то есть они по периметру этой поляны растыканы, вот такие вот круглые колодцы. Вот, и то, что мы увидели в процессе, оказывается, рядом находится, похожая, да, тоже не достроено. ну рядом имеется виду там метров буквально 50 сейчас мы здесь осмотрим и перейдем ко второму в таком же состоянии он примерно находится тоже такой же есть там причем менее разрушенный подземный вход вход он как бы с улицы идет но насыпь да сбоку то что все обсыпано и сверху когда мы поднимемся там такие столбики где-то пол человеческого роста ну там метр-полтора и видимо хотели то ли это делать такую двойную крышу потому что на полноценный этаж это явно не хватает а вот именно как промежуточная может быть прослойка может быть чтобы не было кто его знает там излучение еще чего если есть у кого какие идеи скажите или может быть кто-то знает вот вот эти вот столбики как раз про которое говорил то есть явно было предполагалось что по ним пойдут какие-то перекрытия до дополнительные но они ниже человеческого роста это совершенно точно не должен был быть этаж вот а сейчас мы возвращаемся квадроциклу где подъехали и вот эти вот два здания которые должны быть видим это административные здания должны они кстати между собой соединялись должны были быть соединены подземным переходом там прокопано в земле такая по диагонали они углом друг друг другу примыкают и вот соединение на уровне земли идет заглубленное по диагонали прокопано и вот это почему и не надо ходить потому что все под гнило то есть под ней проходить не надо точно чтобы она никто не знает в какой момент это отсыпется понимаешь конечно катюшка природа разрушает все до природа вот катюш если бы чуть а вот и представь аккуратно здесь давай нет . создает в общем-то человек он просто пользуется тем что есть у природы хочешь вот сюда можешь на эту лестницу можешь подняться она веришь это здание либо позже строили только аккуратно катюшка по центру ладно и лахнет хочешь он туда высохла высохла да смотри настолько все высохло ну делали да катюш это же все делается по проекту строители нет еще стекло еще не успели сделать да 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 при съемке сверху видно было что есть такая бетонная дорожка бетонными плитами уложен то есть видим это во время во время стройки делали ну и наверняка сюда всякие джипперы приезжают как такая притягательная точка . интереса у каждой поездки должна быть цель хотя бы какая-то маленькая этот бункер он и выполняет роль такой цели когда был кстати здесь позднюю осенью было все затоплено мокро сейчас еще солнечный день поэтому общем она все так достаточно радужно и весело выглядят вечером это все здесь капает темно как я говорил не неприятно находиться ну вот мы заканчиваем осмотр и сейчас будем постепенно выдвигаться в обратную сторону обратно мы решили ехать не той же самой дорогой а сделать небольшой крюк вот по тем бетонным плитам которые были видны с бодрокоптера мы как раз по ним выйдем как раз эти бетонные плиты это и есть видимо основной заезд который вел с асфальтовой дороги раньше и явно что с той стороны или со стороны ревякина подъезжали грузовики там со строительными материалами с бетонными конструкциями готова дедушка сейчас мы будем приближаться с левой стороны будет я не знаю кпп похоже по крайней на кпп было бы логично да на углу объекта на самом въезде что либо может быть столовая может быть и столовая рядом с кпп слева я проехать не смог там просто застрял и без лебедки без пилы делать было нечего но вообще самый первый раз когда подъехал это вот как раз слева да вот мы на повороте уходим направо слева был проезд вот этим бетонным плитам собственно по прямой также минут десять и вы на асфальтовой дороге то есть если хотите продираться через лес то можно добраться до ревякина и заехать совершенно спокойно вот ребят вот ревякина по этот дороге на картах это в общем-то дорожка проглядывается собственно на этом все дальше просто обратная дорога мы выйдем из леса проедем немножко по полю и вернемся уже через ревякина то как обычно мы ездим видно да что дорожка накатана накатана очень похоже что уазик наверняка и квадроциклисты сюда тоже приезжают и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА